В Заурале коронавирусом заболели еще два человека. Это жительница Далматова и медработница инфекционной больницы в Кургане. Обе заболевшие контактные, сообщает Оперштаб региона. Всего с начала заболеваемости в регионе коронавирусом заразились 29 человек, четверо выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся более тысячи человек, в том числе 311 контактных заболевших. В лабораториях медучреждений проведено более 6000 исследований на COVID-19. Сотрудники МЧС продезинфицировали два детдома и приют для бездомных. Данные меры приняты с целью не допустить заражения коронавирусом. Санобработка проводилась с применением хлоросодержащих средств, не причиняющих вред окружающей среде и человеку. Дезинфекции приняли участие 6 сотрудников и 2 единицы техники. Всего обработано около 1000 квадратных метров открытых площадок, спортивных площадок, входных групп, рабочих мест, специалистов. Для веденского детского дома дезинфекция была особенно важна. У нас есть мини-ферма, пчел мы завели, кроликов, огород у нас очень большой. И поэтому не хотелось бы, чтобы в нашу размеренную жизнь вписалось что-то, какие-то болезни. На этой неделе дезинфекция ждет областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Курганским врачам изготовили защитные маски. Их смастерили преподаватели-инженеры детского технопарка «Кванториум». За три дня они практически вручную собрали 150 масок из пластика PET. Средства защиты отправят сотрудникам Курганской городской больницы номер 2, чтобы в период пандемии коронавируса они чувствовали себя в безопасности. В Кургане пробили запрет на посещение лесов. Особый противопожарный режим будет действовать до 12 мая. Это значит, что до указанной даты вход и въезд в леса запрещены. На территории города нельзя разводить открытый огонь, сжигать траву и мусор, проводить пожароопасные работы. В сухую ветреную погоду пламя может распространиться за считанные мгновения. Нарушителей ждет ответственность вплоть до уголовной. Россиянам можно на время забыть о счетчиках? Росстандарт отложил проверку бытовых приборов учета до 2021 года. Неустойки штрафы и пени за использование непроверенных счетчиков отменяются. Данная мера направлена на минимизацию рисков распространения коронавируса. В Заурели отремонтируют порядка тысячи памятников и обелисков героям Великой Отечественной войны. На эти цели из бюджета региона выделят более 9 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Большую часть монументов ждет побелка, покраска и восстановление плитки. К апремонту памятников также присоединятся и предприниматели. Добрый день! Сегодня хочу вам рассказать про методику ключ, которая предназначена для профилактики снижения стрессовости и утомляемости, оптимизации процессов обучения и тренировки. Данная методика создана доктором Хасаем Алиевым в 1987 году. Для начала наших упражнений необходимо пройти небольшой стресс-тест. Для этого нам необходимо вытянуть руки перед собой. Если кому удобно, можно закрыть глаза, расслабиться, думать только о руках, представлять, как они расходятся. Если руки у вас не расходятся, значит вы зажаты, значит вам необходимо снять эти блоки и раскрепоститься с помощью выполнения ряда упражнений. Их у нас будет 5. Первое упражнение называется хлест руками по спине. Для этого необходимо нам встать, расслабиться и совершать мах руками расслабленным. То есть хлест такой. Руки должны быть расслаблены максимально, как плеть. Это упражнение выполняется 1 минуту. Второе упражнение называется лыжник. Оно выполняется 1 минуту. Для этого нам необходимо также встать удобно, то есть ноги на ширине плеч и выполнять вот такие движения. То есть как лыжник двигается. Все движения должны быть максимально естественными, чтобы вы не напрягались. Третье упражнение также выполняется 1 минуту. Называется оно «Кружиться». Также встаем ноги на ширине плеч и начинаем кружиться. Также руки расслаблены. Поясница расслаблена. Данное упражнение служит для разгрузки поясничных мыслей. Четвертое упражнение называется вис назад, вис вперед. Выполняется 1 минуту. Встаем, то есть прогинаемся в пояснице, максимально назад, напрягая поясничные мышцы. Пресс также напрягли. Вот, встаем и прогнулись вперед. Также руки расслаблены максимально. Думаем про поясничные мышцы, чувствуем их, как они также напряжены сейчас. И потом назад. И так же напрягаемся. И вперед. Пятое упражнение также выполняется 1 минуту. Называется «На легкий танец». Для этого нам необходимо совершать шаг вперед и марк ногой. То есть показываем. Раз, два, три, четыре. И встаем в то же положение. Потом в другую ногу. Раз, два, три, четыре. По сути, метод ключ Хасая Лива – это ключ к себе. К неограниченным творческим способностям, к резервным возможностям организма человека и к самостоятельному достижению высоких результатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В Кургане начал работать сервис доставки продуктов на дом. Удобная и полезная услуга, которую многие ждали давно. Заказать доставку просто. Вы звоните 55 70 45, либо делаете заказ в группе ВКонтакте «Курьер доставка». Оператор, принимающий ваш звонок, поможет сформировать заказ. Наш доставщик обязательно перезвонит вам, и вы сможете оперативно скорректировать заказ, добавить или убрать продукты. Проверить свежесть продукта, герметичность упаковки, при сомнении перезвонит вам еще раз, чтобы утвердиться в вашем согласии и окончательно утвердить сумму покупки. Наши доставщики проходят ежедневную проверку на температуру тела, используют средства защиты, маски, перчатки, санитайзеры. И не имеют прямого контакта ни с продуктами, ни с заказчиками. Вы оплачиваете заказ при получении любым удобным способом. Цены на продукты, как в магазине. Мы строго соблюдаем срок годности, выбирая самое свежее. Время приема заказов с понедельника по пятницу с 9 до 19.00. Время доставки заказов с 10 до 12.00 и с 18 до 20.00. Стоимость доставки от 200 рублей. Стоимость доставки от 200 рублей. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.